Всем привет! С вами канал Семейная Ферма, Деревенский Блог. В этом видео я вам покажу, как правильно сажать чеснок, как это лучше делать, каким способом и в какое время. Поехали! Вообще чеснок сажают не по конкретной дате, а по погоде. В этом году у нас была очень теплая осень и затянулась несколько посадка с чеснока в связи с этим, потому что сажать его надо, когда уже ночью будут заморозки, чтобы он не пророс. Потому что если бы я посадил чеснок раньше в этом году, то он бы пророс, и в этом случае уже весной было бы очень мало всходов. Итак, для начала я вам расскажу про подготовку грядки для чеснока. Как раз здесь очень хороший пример. Есть грядка, которая поднимается над землей, и грядка, которая заглублена в землю. Вот в ту грядку, в наших условиях, я бы чеснок не рекомендовал сажать, потому что мы находимся в Калужской области, у нас бывает до минус 30, минус даже 35, иногда зимы такие морозные. Поэтому он там может промерзнуть. Поэтому сажать я буду на этой грядке. На что еще нужно обратить внимание? Несмотря на то, что у меня есть корова и куча навоза, навоз я сюда не вносил. Если вы будете вносить навоз в грядку, то в этом случае у вас полностью чеснок в основном идет в ботву, а не в корневище. И получается, что урожай будет слабый такой. Но тем не менее, чтобы уменьшить кислотность почвы, я сюда, перед тем, как сажать, обязательно положил золу. Она уменьшает кислотность почвы, и чеснок это очень любит. Также чеснок не рекомендуется сажать в тех местах, где у вас был посажен лук в том году. Чеснок не рекомендуется сажать там, где он, допустим, уже был в том году. То есть вообще в идеале чеснок сажать на одну грядку через 2-3 года. То есть год посадил, два подождал, еще раз посадил. И не рекомендуется сажать в местах, где весной, допустим, у вас может подтопить, чтобы он там не сгнил. То есть тут у нас река, как видите, за мной. Поэтому все воды всегда утекают туда вниз. Участок даже весной у меня практически всегда сухой. Очень быстро, там за одну неделю все воды, все уходят, собирает река. Ну, поехали. Дальше я вам расскажу, как надо подготовить непосредственно зубчики чеснока. Чем больше зубчиков в головке чеснока, тем мельче будет чеснок. То есть он таким образом вырождается на самом деле. Чем крупнее зубчики, тем чеснок будет лучше. Вот это вообще очень хороший. Бывает вообще там на 5 зубчиков тоже отлично. Просто у меня такого сейчас нет. Если в головке у вас еще больше, допустим, то я бы вообще не рекомендовал такое сажать, потому что у вас тогда будет неликвид, брак так называемый. Значит, непосредственно подготовка самих зубчиков, ее нужно производить перед тем, как ты собрался сажать. Не надо заранее, там за месяц, вот так вот эти зубчики разделять. Дело в том, что у вас тогда они быстрее сохнут, и это ухудшает вообще процесс сходов и приживания чеснока. Значит, следующий момент. Также, естественно, не рекомендуется чистить чеснок перед тем, как посадить, как там в суп это делается. Чеснок не чистят. И надо смотреть, чтобы не было никаких подгнивших частей у него, чтобы все было хорошо. Естественно, первым делом грядку надо подготовить, убрать со сорняки, перекопать и разрыхнить. Это мной уже было сделано заранее. Итак, далее мы делаем бороздки глубиной где-то 10 сантиметров. Кто-то сажает глубже, кто-то меньше, но не меньше 10 сантиметров. Еще такой момент. Я бы рекомендовал полностью на дно бороздки положить песок. Небольшой слой совершенной песка, он предотвратит полностью соприкасание зубчика чеснока с землей, и тем самым он будет меньше гнить. Много класть не надо. И после этого каждые 10 сантиметров я сажаю чеснок. Где-то так, 10-15 сантиметров. Тут тоже важный момент. Естественно, корнем сажать надо вниз. Не надо ни в коем случае надавливать. Чеснок туда, в этом случае, также будет давать меньше сходов. Не весь у вас зайдет. Никуда не надо прижимать. Просто ставим. После того, как вы чеснок посадили таким образом, вы просто его сверху закапываете землей. Вот таким образом. После того, как вы посадили чеснок, поливать его не нужно, грядку. Достаточно будет только сверху положить свежескошенную траву, для того, чтобы она задерживала влагу. И она еще дает небольшое тепло зимой. То есть обычно зимой вначале бывает мало снега, а бывает вообще без снега зима. И в этом случае чеснок может померзнуть. Свежескошенная трава, она утепляет грядку. Помимо этого, я рекомендую все равно наблюдать за погодой зимой. Если у вас нет снега, но большие морозы, то дополнительно зимой нужно накрыть эту грядку, утеплить чем-то, чтобы исключить промерзание и вымерзание чеснока и уменьшение количества сходов. Кстати, если уж так получилось, что вы не успели посадить чеснок на зиму, то вы всегда можете посадить его весной. Правда, в этом случае чеснок у вас будет немножко поменьше, и чеснок будет больше подвержен заболеваниям, весенний чеснок. Ну, на этом на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях. Я обязательно читаю все комментарии. И до встречи в новых видео.